Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посетим один из вновь открывшихся проектов, который называется Wild Country Roly Play. Естественно, расположенный на мультиигровой платформе RedM, ну и базой является Red Dead Redemption 2. Данный сервер один из немногих русскоязычных серверов, которые находятся на платформе RedM в открытом состоянии. То есть любой желающий может зайти и поиграть на этом проекте. Нету никаких квент, анкет, собеседований, проект открытого режима. То есть заходим и играем. Больше от вас ничего, в общем-то, не требуется. Ну а что из себя он представляет? Я имею в виду, конечно же, этот проект. Мы сейчас и посмотрим. Естественно, что хотелось бы начать с меню персонализации. Она на самом деле на данном проекте достаточно стандартная. Но так как платформа RedM, так же как и платформа 5M, очень плохо работают с оборудованием от NVIDIA, пока соединишь эти две программы, проходит много времени, и я опять не смог показать вам, как выполнена здесь персонализация нашего персонажа. Но здесь одной из отличительных черт есть. Это можно сделать очень, просто очень маленького персонажа. На данный момент я не знаю ни одного проекта, где можно сделать вот такого вот коротышку, которого сделал я. Нужно ли это? А вот хрен его знает на самом деле. И на многих проектах можно в настройках ставить рост персонажа. Но здесь можно сделать просто откровенного гнома. Не знаю, насколько это нужно для данного проекта. Ну, чтобы вы понимали, вот таким вот образом выглядит мой персонаж. Это очень маленький человечек, просто очень маленький. Еще расскажу, зачем добавлять вот такую возможность. Я, если честно, не знаю. Не знаю. Но выглядит это комично. Действительно комично. Лошади, персонажи вокруг, это все какие-то огромные великаны теперь для меня. Еще расскажу, что, ну, по-моему, перестарались. И, в общем-то, вот такая настройка абсолютно, ну, на мой взгляд, ничем не обоснована. Ну, ладно, есть она и есть. Делаем придурочного маленького карлика, и этим карликом будем играть. И начнем мы с такого же занятия, которое я показывал на предыдущем своем обзоре подобного проекта. Меланхолия. Тоже такое же рабочее занятие. Строитель. Оно немножко отличается по настройкам дизайна. Ну, в общем-то, это одно и то же. Один и тот же скрипт. Но здесь вы можете заметить, мини-карту не убрали. И это действительно здорово помогает мне вот в этом вот занятии. Если на меланхолии я говорил, что для того, чтобы вам пойти, взять одну доску, вам нужно открыть карту, понять, где эта точка, где вы берете доску. Вы эту доску взяли, вам надо открыть карту, понять, в каком направлении вам двигаться. Двигайтесь в том направлении, опять открываете карту и смотрите уже локально, где именно и точно вам надо остановиться. Здесь же есть мини-карта, и она действительно здорово облегчает. И если, как мне сказали, на меланхолии это убрано для того, чтобы вы полностью погрузились в атмосферу чушь собачья, вот мини-карта, она мне помогает погрузиться в атмосферу. Вы видите, на карте, на мини-карте горит точка. Мне больше открывать карту не надо, я имею в виду большую карту. Просто берем доску и идем. Ну, а проблемы этого скрипта все те же. Убран бег, бегать нельзя. Если вы начинаете бегать, происходит вот это. И это будет происходить, пока вы не прекратите пытаться бежать. Один раз нажимаете shift, и все, человек падает. То же самое, когда вы на конечной точке начинаете забивать гвозди. То же, если вы промахнулись вот в этот вот индикатор, вы падаете. В общем-то, все те же болячки в этом скрипте присутствуют. Я и на меланхолии говорил, да и, в общем-то, здесь скажу, что от этого нужно избавиться. Вот эта индикация удара, вот она действительно нахрен здесь не нужна. Хватит и простой анимации. Ну, если вы не хотите убирать бег, да, как мне сказали, например, на той же меланхолии, да, типа, это, ну, невозможно, с доской бежать невозможно. То есть, с огромной тушей оленя бегать в этой игре можно, а с доской бежать нельзя. Ну, чушь собачья, вот на мой взгляд. Да и вообще, этот скрипт строителя достаточно дурацкий. Это, опять же-таки, только мое мнение. Если нравится, бога ради, вот есть такое рабочее занятие, заходите и играйте. Но лично мне кажется, что вот это самый идиотский скрипт, который я только видел. Ну, тем не менее, здесь это присутствует, и это здесь чуть ли не основное занятие. По нескольким причинам. Во-первых, экономическая составляющая. Здесь, в отличие от многих других проектов, вам дается всего 30 долларов. Да, на меланхолии вам этого хватит только на лук со стрелами и на какую-то лошадку. Здесь этого хватит тоже, наверное, на лук, но я даже не стал его выбирать. Я купил кольт. Но на лошадку здесь уже вам практически не хватит. Или чахлую клячу можно купить, либо осла, либо мула. Вот такая вот ценовая политика данного проекта. Ну, и возвращаемся к этому рабочему занятию, на котором вам придется потратить огромное количество времени, потому что это чуть ли не единственное рабочее занятие, которое доступно вам и которому еще хоть как-то, но оплачивается. Хотя оплаты здесь тоже очень и очень несбалансированные. Ну, в конце я покажу. То есть мы пришли на проект, и у меня было 30 долларов. Ну, я вам покажу, сколько мне удалось заработать. И забегая вперед, скажу, что заработать мне удалось совсем немного, в отличие от времени, которое я здесь потратил. Если брать, например, вот это вот рабочее занятие строителя, то пешком ходить придется очень много. Точки выпадают рандомные. И есть очень долгие точки. Прямо через весь Валентайн вам с этой доской придется идти в один конец. То есть рандомные точки и очень огромные расстояния. Вот сейчас я вам показал на карте примерно, сколько надо идти. И выпадают вот такие вот далекие точки с завидной регулярностью. То есть это не один-два раза я куда-то далеко сходил. Они достаточно часто выпадают куда-то вообще в самый дальний конец Валентайна. Ну, в общем, занятие такое себе. Я тебе еще расскажу, скрипт мне этот не нравился не на предыдущем проекте, не нравится он мне здесь. Его надо доделать, его надо ослаблять, потому что это просто какой-то задрот. Ну, ладно. Давайте переходить к следующему рабочему занятию, которое здесь есть. Но прежде чем перейти к следующему рабочему занятию, я посетил банк, чтобы точно удостовериться, что на счету у меня ничего не лежит. И вы это можете заметить. На счету в банке у меня ноль. Меню банка выполнено вот таким вот образом. Далее я пошел в магазин с оружием, чтобы посмотреть себе какой-нибудь ствол, потому что я уже догадывался, что следующее рабочее занятие будет связано с доставкой. Доставкой чего-либо. Ну, сейчас мы к этому вернемся. А значит, мне нужно будут покинуть пределы Валентайна. Ну, а это, значит, дикие животные, дикий запад. Ну, и все с этим связано. То есть какой-то ствол все равно должен быть у меня. Поэтому я зашел и посмотрел, какие есть стволы. В общем-то, вы все это видите, да, цены на стволы и как это выполнено. Надо сказать, что выполнено все очень и очень просто. Но эта простота играет и обратную роль, потому что вот никаких характеристик стволов нету. Просто есть цены и название стволов. Кстати, опять же таки, просто название. Я не знаю, как они называются. Вот, ну, я не помню. Действительно не помню, не знаю. Если бы была картиночка, я бы хоть вспомнил, может быть. Да, а так просто какие-то названия. Просто названия, которые мне, например, ни о чем не говорят. Ну, вот так вот это все выполнено. Ну, и, в общем-то, все. Здесь больше показывать нечего. Я купил какой-то ствол, как называется, уже не помню. Потом купил к этому стволу каких-то патронов. Ну, и все. Я готов двигаться дальше. Ну, а для того, чтобы двигаться дальше, идем на вокзал. Вокзал, он же почта, он же и точка, где выдается рабочее занятие. Рабочих занятий на этой точке, на вокзале, два. Доставщик и курьер. Почтовый курьер. Я начал с почтового курьера. Ну, и вот этот скрипт мне понравился, наверное, больше всего. Сделан прикольно. Как это выполнено, вы сейчас видите. Берем рабочее занятие. У нас появляется телега. И в телеге лежат ящики, с которыми можно взаимодействовать. Далее мы едем по точкам. Точки обозначены на карте. Мини-карта есть. Точно вы не заблудитесь. Все точки доставки здесь же в Валентайне. Ну, по крайней мере, мне выпадали только в Валентайне. В другие города я почему-то не ездил. Не знаю. Ну, и вот как это выглядит. Действительно, подъезжаем. Вам пишется, куда вам надо отнести. Все интуитивно, все понятно. Подходим, нажимаем Enter. Берем коробочку. Несем ее. На точке загорается слова. Нажимаем опять Enter. Он бросает коробку. И возвращаемся обратно к телеге. Берем следующую. Ну, хотите, можете подъехать, если не хотите долго ходить. Можете так отнести. Я носил и так, и подъезжал. В общем-то, занятие достаточно прикольное. Но только я бы, например, сделал это как бы между городами. Не в одном городе, как вот здесь. Да, я на платформе взял. Просто приехал в центр города и разнес их. Я бы это сделал, например, чтобы я съездил там в другой город. Оттуда в другой город. Ну, чтобы новичок немножко попутешествовал и познакомился с картой. Если вдруг он не знает этой карты. Ну, а на данный момент это выполнено вот таким вот образом. В общем-то, выполнено как выполнено. Да, времени это занимает не очень много. Но каково же было мое удивление, когда пришло время получать зарплату. А она настолько мизерная, что я опять вернулся на работу строителя. Побегал немножко на работе строителя. А почему я это сделал? Да потому что денег действительно не хватает просто ни на что. Так как я потратил на ствол деньги, на лошадь мне уже денег не хватило. Здесь можно купить осла, мула, зебру или клячу. Вот то, что это где-то стоит от 15 до 20 долларов. Напомню, что всего дается 30. Ну, так как я накупил слишком много патронов и слишком, видимо, дорогой ствол, на лошадь мне уже не хватило. Я остался, так сказать, на своих двоих. Поэтому я перешел на следующее занятие. После занятия строителя очередного уже доставка, как бы, наверное, между городов или что. Ну, в общем, выглядит это вот так. Опять возвращаемся на платформу. Подходим с другой стороны. Нажимаем пробел. Этот скрипт я уже показывал не на одном проекте. Он достаточно распространенный. Но он имеет, опять же таки, все те же проблемы, что и у других проектов. А именно, когда мы приезжаем на конечную точку, лошадь пропадает. А так как у меня нету лошади, я остаюсь просто где-то на карте. И добирайся как хочешь. Но даже эти все проблемы с этими скриптами меркнут по сравнению с тем, что я здесь встретил. А именно, неадекватность игроков. И в дальнейшем я должен вас предупредить. Если есть рядом дети, уберите их. Я повешу дисклеймер. Потому что то, что вы сейчас услышите, я, например, за историю своего посещения разных проектов не слышал никогда. Но я много слышал жалоб на то, что посмотрите, как школьники портят роли плей-проектов. А вот сейчас посмотрите, как играют взрослые, неадекватные люди. Еще раз скажу, если есть рядом дети, уберите их. Дальше будет неадекватная речь. С использованием нецензурной лексики. Я не понял нихуя. Быстро следует, сейчас пашку прохуяю. Я помогу. Баран, блять. Такой несговорчик. Только нахуй, пишите. Че эти? Тормози, еду, на блять, слезай. Тормози, еду, на блять, слезай. Че ты такой неразговорчивый, чувачка? Какой хрен уманул что-то? Блять, с меня грузилу! Че ты, блять, делаешь? Ну вот, друзья, таким вот образом этот сброд диванных крыс себе представляет игру за бандитов Дикого Запада. Начинается все с какого-то просто жуткого поноса оскорблений. За всю эту сцену, которую вы сейчас видели, не раздалось ни одного адекватного слова. Только понос из мата и оскорблений. Что это за игра? Что в голове у этого человека? Я даже не знаю, что и предположить. Кем надо быть, чтобы играть вот так вот? Какая мразь должна в тебе сидеть, чтобы ты играл вот таким вот образом? Я больше скажу, какой чмошкой надо быть, чтобы играть в компании этих людей? Я себе этого не представляю. Какой ход мысли у этого ничтожества? Я думаю, как и любая, девиантность и слаборазвитность мышления надо искать в детстве. Ведь не зря же они через каждое слово упоминают гомосексуальные связи. Что-то с этими людьми все же таки не так. Эти люди не придумали ничего лучше, как выплющить свою агрессивную гомосятину на других игроков в компьютерной игре. Чушь. Чушь да и только. Ну и естественно, что оставаться на проекте, где играют морально униженные люди с таким вот поведением, мне совсем не хотелось. Поэтому я не стал дальше снимать обзор, а просто ушел из этой гнилой атмосферы куда-нибудь в другом направлении, подальше от этого проекта. Так что, если вам этот проект интересен, вы хотите посмотреть на него, пощупать своими руками, заходите, играйте. Я же больше сюда никогда в жизни не зайду. Вот такой вот у меня получился обзор. Кому понравился, заходите, играйте, получайте удовольствие, если вы сможете это сделать. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok